Ну, во-первых, я с вами соглашусь, что то, что мы сегодня посещали только за счет доноров из-за рубежа. Вот мы посещали Камрадскую больницу и за последние три года, если не ошибаюсь, 20 миллионов леев уже туда было вложено. И вот до конца этого года еще 10 миллионов леев будет вложено с тем, чтобы все там работы были завершены. И то, что здесь мы видим, тоже, насколько я знаю, это государственные инвестиции. Но для того, чтобы привлечь инвестиции из-за рубежа, это очень важная задача, мы пытаемся сделать так, чтобы, во-первых, как можно меньше бюрократии было на пути подпроцентральных инвесторов. У нас было специальное заседание проекта, где мы четыре часа обсуждали, как все вот эти препоны, начиная с законодательного плана, кончая в таможне, налоговой инспекции, лицензированием и так дальше, проверяющими, чтобы они повернулись к лицу потенциальным инвесторам, будь то наши местные инвесторы, будь то из-за рубежа. Так что мы будем работать и в дальнейшем. Нужно работать над реформой нашей инвестиции, потому что многие инвесторы думают, не дай бог, что-то случится, нужно обратиться в суд, и они интересуются, как у нас этот процесс происходит, и когда они узнают, какие у нас реалии, ну, опять же, чуть это сдерживает. Поэтому вот реформа юстиции – это очень важное направление, не только для инвесторов, для того, чтобы наши граждане поверили в то, что юстиция судит по закону, а не по каким-то интересам. То есть проблем у нас еще достаточно, но мы работаем над тем, чтобы привлекать сюда инвестиции, потому что без этого мы не создадим рабочие места, хорошо оплачиваем, и наши люди будут уезжать из Молдовы. А это самая большая тагедия для нас. Так что вопрос ваш очень хороший, спасибо большое, и мы над этим работаем. Премьер-министр не стал детализировать, но хочу сказать, что все те обращения, которые идут в его адресы правительства и парламента Республики Молдова, связаны и с поставкой оборудования, и взаимодействием с грантовыми программами, с благотворительными организациями, кооперация усилий, она идет очень на высоком уровне, очень оперативно. Вот, допустим, сегодня мы сейчас будем посещать один комплекс, премьер-министр осмотрит его и будет принимать решение по выделению дополнительного финансирования на этот комплекс. Господин Дайхман выделил 5 миллионов, и, естественно, будет наш вклад. То же самое мы смотрели детское отделение. Был вклад со стороны господина Дайхмана 4 миллиона, был вклад не менее 4,5 миллиона, по-моему, было вклад со стороны правительства Республики Молдова. И вот эта кооперация усилий по многим проектам на всей территории Республики Молдова проходит достаточно эффективно. Это надо наращивать, еще больше надо делать, мы это признаем. Республики Молдова Редактор субтитров А.Семкин